Начнем с главной темы. В нетрадиционном формате провел глава Люберец Владимир Ужицкий личный прием граждан. Впервые обращения жителей округа поступили по видеозаписи. За онлайн-обращением следила наша съемочная группа. Владимир Петрович, я вас вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Жительница Люберец Ирина Димакова сейчас находится в санатории, однако это и не помешало попасть на прием главе. С помощью программы скайпа она обратилась с просьбой ликвидировать подтопление во дворе дома 26 на улице Попова, а также спилить три тополя напротив ее окна. По словам женщины, деревья вызывают у нее аллергию. Я дам команду Азизова, это его полномочия, его деятельность. Поэтому, Ирина Николаевна, я думаю, что лично Азизов завтра, а может даже сегодня будет у вас. После онлайн-общения с жителями прием граждан продолжился в привычном режиме. Инициативная группа Люберчан обратилась к главе с предложением установить в округе памятник «Дети войны». Монумент планируется создать за народные деньги. В течение года готовили разные эскизы были, подготовку вели, согласование вели многократное, в том числе с работниками вашей администрации. Владимир Ружицкий такую идею поддержал. Когда будет решен вопрос с проектами финансированием, для установки памятника подберут подходящее место. Всего на приеме у главы побывали 13 человек. Вопросы жителей касались организации торговли, улучшения жилищных условий людей с ограниченными возможностями, а также проблем ЖКХ. Луиза Игазырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.